В преддверии юбилейной годовщины Великой Победы прошел и международный педагогический конкурс. Его победителями стали 528 российских учителей. В их числе Ольга Крепышева из столичной школы номер 28. Ее музыкальный урок был признан лучшим. Мы сегодня с вами поговорим о музыке на войне. Ольга Крепышева работает в школе уже три десятка лет. Она учитель музыки. На ее уроках ученики не только поют, но и слушают с замиранием сердца. Начинайте. Раз, два. Появляются мурашки на коже и как-то все вот это через себя проходит. Тоже там музыка вся. Песни, которые написали давно, но смысл он и сейчас как бы важен очень. Достучаться можно до каждого ученика, уверен педагог. Надо только найти нужные струны. Свой урок победы педагог сдаван отлично. Результат первое место на региональном этапе конкурса. О том, что было, никогда нельзя забывать. Это уроки, посвященные воспитанию патриотизма. Все учителя на любых своих уроках, неважно какой это предмет, об этом говорят. И литература, и музыка, они ближе всего к душе. И, естественно, мы говорим на уроках о том, как это было. Приводим примеры из жизни конкретных героев, может быть, войны, участников войны, ветеранов. Никто не забыт и ничто не забыто. Для Калиста Мулины это не пустые слова. Она подготовила целый рассказ о своем прадеде. Мой прадедушка Мулин Петр Семенович был защитником Брестской крепости. Его жена работала учителем. Он воевал за то, чтобы сейчас мы жили хорошо. Те, кто сражался, они испытывали большую потерю в семье, большую больную. Это все они делали ради нас. И я горжусь своим дедушкой. Учителя в постоянном поиске новых методик и практик. Инновационные формы, необычные наглядные пособия. Все для того, чтобы привлечь внимание учеников к теме. Детям, несомненно, нравятся такие уроки. Это затрагивает их, действительно, человеческие струнки. К патриотизму не надо просто призывать, а надо это чувство в детях бережно воспитывать, что и стараются делать педагоги нашей школы. Урок метапредметный. В нем очень много соединено было. Он информативный, глубокий и чувственный урок. Я думаю, жюри его оценит по достоинству. Из более чем 500 работ жюри определят 33 финалистов. Имена победителей станут известны в конце февраля. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика.